Все критикуют Азербайджан, это оппозиция против Азербайджана. Да нет, Мириман Ханн, мы любим Азербайджан. Это не оппозиция против Азербайджана. Это вы, оппозиция, против, вы уничтожаете Азербайджан. Когда вы пришли к Руси, вы думаете, что Мириман Азербайджан? Он говорит Руси. Я говорю, что каждый гражданин в Азербайджане имеет право на ту жизнь, которую вы проживаете. Вы украли у нас будущее, вы украли у наших детей будущее. Вы не только у нас, вы украли у наших детей будущее. Потому что из-за несправедливо разделенных, украденных вами денег, которые управляет одна семья, и тем более это оказалось, что через тесто, через вашу папу так получилось, что это все происходит, отмывание всех больших денег. Вы поймите, люди жить хотят, люди просто хотят хотя бы иметь зарплату в тысячу долларов, в две тысячи долларов. Они не хотят, как вы жируете, как вы крадете, как вы в каждом регионе у вас есть резиденции, в Москве у вас резиденции. Куда бы ни пошли, Лондон, где бы ни пошли, вы скажите, в какой из них сколько раз вы спали? А люди есть, которые им негде спать. Очнитесь уже, проснитесь и дайте этому народу жизнь. Я к вам обращаюсь, потому что я знаю, что это наш многоуважаемый президент, который управляется вами. Уже нужно вообще очнуться, и вам может уже остановиться, издеваться над этим народом. Вы что, не знаете, что люди живут за чертой бедности? Вы говорите, вы заботитесь о Азербайджане, вы заботитесь только о своей семье, вы заботитесь только о своих близких, да даже о тех людях, которые для вас прадут. Вы, когда приходит время, вы просто их сливаете и уничтожаете. Поэтому вы подскажите ночью тогда мужу под ухо, что Ильхамчик, Илюша, уже надо прекращать, надо начинать жить для народа, надо это все перестраивать. Поэтому я с уважением к каждой семье отношусь, и никогда от меня вы не услышите, чтобы я оскорбил вас, дочерей ваших. Я знаю и вас, и ваших бочерей, и к каждой семье с уважением отношусь. И как свою жизнь проживает, это личное дело. Но вы не имеете права, вы несете ответственность за многострадальный азербайджанский народ, который вы показываете. Якобы вы переживаете за него, вы делаете там великие дела. Ну мы же знаем, я же знаю, что вы делаете. Я не хочу, чтобы это народ по-другому понял и слышал. Я жил среди вас. Я давал вам деньги по приказу Захира Горалова. Я строил для вас детские сады, которые вы открывали. Строил для вас центры Гейдара Алиева, которые вы открывали. Это за мои деньги строилось, за деньги народа. Но не за ваши. Вы уже остановитесь, вы уже дайте народу жить. Поэтому, геннадьбею, извините. Я думаю, что я всегда думаю, что русский язык в месяц THEY têm русский язык в истории, которые говорят. Поэтому русский язык и мужчин. Потому что женщины на сегодня не прежде, они не проживают. Продолжение следует...